Приветствуем всех на канале MyAns. Сегодняшний выпуск будет посвящен колонии наших мермец и фарфикат, о которых давненько ничего не слышно. А перед началом ролика, те кто еще по какой-то причине не успел, подписывайтесь на канал, ведь впереди еще много интересного и познавательного контента о содержании муравьев. С момента переселения фарфикат в новый и приспособленный под них биохаос прошло около 8 месяцев. За это время нам удалось еще ближе познакомиться с этим экзотическим видом. В целом фарфикаты очень похожи на остальных мермецей, но все же есть ряд существенных отличий. Во-первых, они заметно более агрессивны. Я замечаю это каждый раз во время уборки в фармикариях моих муравьев. С ними требуется соблюдать повышенную концентрацию внимания, поскольку заметив любое постороннее присутствие, рабочие до самого конца уборки будут неистово носиться по арене в поисках моей руки или пальца. Причем из гнезда вылезают буквально все муравьи. Пока что их не так много, и случайно ужалить меня им пока не удалось. Но если сравнивать с аналогичной колонией мермецей преформис, которая, к слову, намного больше этой, то они реагируют на меня менее нервозно. Во-вторых, я часто встречаю на арене гуляющую матку. Матка у Фарфикат любит непродолжительные прогулки на свежем воздухе. Не совсем понятно, с чем конкретно это связано. Может, она просто проверяет обстановку на арене, или ищет чего-нибудь вкусненького, либо действительно совершает некую муравьиную зарядку. Никаких предпосылок для наличия стресса у нее не бывает. Да и видно, что прогулки совершаются не из-за дискомфорта. Видимо, в каждом муравье все-таки есть какая-то доля индивидуальности. В-третьих, по нашим наблюдениям, Фарфикаты хуже карабкаются по вертикальным поверхностям. Побродить по стеклянным стенкам формикария для них не проблема. Ну а вот залезть на потолок уже гораздо сложнее. Чаще всего, если им и удается это сделать, то через пару секунд муравей срывается вниз на песок. Для сравнения, мермециям преформис вообще ничего не стоит побегать по потолку, и их часто можно заметить ползающими на вентиляционной крышке. Спустя несколько месяцев после переселения в биохаус, ничто не предвещая, у Фарфикат началась проблема с расплодом. По какой-то причине яйца не могут развиться до стадии личинок. Матка стабильно каждые 2-3 недели откладывает новые яйца, которые выглядят абсолютно здоровыми и нормальными. Но спустя некоторое время, через неделю-две, муравьи почему-то их съедают. И это повторяется из раза в раз, вплоть до настоящего момента. Мы перепробовали все возможные варианты исправления проблемы. Повышали и занижали влажность, повышали и занижали температуру, меняли корм, меняли расположение фармикария, даже пробовали играть со световым фотопериодом. К сожалению, положительного эффекта ничего из перечисленного не произвело. Причем, именно данная проблема для Мермеции достаточно уникальна. У многих заводчиков Мермеции периодически возникает ситуация, когда личинки доходят до стадии окукливания, но также по непонятной причине не окукливаются и погибают. Однако в данном конкретном случае яйца даже не успевают развиться до стадии личинок, не то что до окукливания. Поэтому сегодня мы решили сменить фарфикатом место жительства, а именно поменять гипсовый блок. Возможно, это поможет. Мы решили поместить на арену биохаоса другой, новый гипсовый блок. Естественно, уже увлажненный. А со старого гипса, в котором сейчас живут фарфикаты, снять потолок, тем самым спровоцировав их на вынужденное переселение. В общем, все по стандарту. На видео вы сможете понаблюдать за процессом. Что ж, на деле все оказалось не так легко, как мы ожидали. Спустя около пяти часов съемки муравьи и близко не собирались куда-то уходить. Наоборот, сложилось впечатление, будто без крыши им даже больше нравится. Мы решили прекратить съемку до момента, когда мермецам надоест жить в таких условиях, и они наконец решатся сменить гнездо. Вручную вмешиваться в процесс совсем не хотелось. Но не тут-то было. Фарфикаты оставались в гнезде без потолка под концентрированным светом еще несколько дней. Все это опять же подтверждает тот факт, что условия жизни их полностью устраивали, и бросать свой дом они не хотели. Что ж, выбора не оставалось, нам пришлось мешаться. По итогу мы переловили каждого муравья по отдельности, временно поместив их в панеринхаус. Затем навели порядок в биохаусе, заново обустроили арену, установили два одинаковых гипсовых блока с перегородкой между ними. Ну и наконец переместили обратно всех муравьев по одному, не забыв и про яйца. Спустя несколько часов колония свершила долгожданный акт заселения в новый дом. Конечно, им нужно дать время, чтобы обжиться. Но мы очень надеемся, что это небольшое изменение в их жизни пойдет им на пользу. И расплод наконец будет расти и развиваться. А как думаете вы, друзья? Пишите об этом в комментариях и не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok